Добрый день, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии». С вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня Юлия Анатольевна Дронова, кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана по учебной работе юридического факультета Тверского государственного университета. Юлия Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Профессия юриста. Насколько она востребована в современном обществе? Когда-то на эту профессию был очень большой конкурс, и школьники мечтали, чуть ли не каждый второй говорил, я буду юристом, потому что это востребовано, потому что за это хорошо платят. Ну, с точки зрения абитуриентов потенциальных, наверное, это сейчас, ну, прямо скажем, не каждый второй, потому что появилось очень много новых популярных направлений подготовки в сфере IT, там, не знаю, логистики, там и прочее. Да, уже более современные специалисты. Но на самом деле очень приличное количество выпускников школ все равно видят себя юристами, что подтверждает наш достаточно высокий конкурс на бюджетные места и достаточно такой стабильный, хороший набор на обучение на платные. Если платное обучение, реалии сегодняшнего дня, они позволяют очень многим семьям платить вовремя, да, и вообще не у всех есть хороший доход, чтобы позволить себе такое. Есть у вас какие-то отсрочки или прочее? Во-первых, я, наверное, скажу, что если сравнивать, безусловно, там, нас с московскими и вузами, и вузами Санкт-Петербурга, то, ну, это на несколько порядков меньше размер оплаты за обучение. Есть рекомендованные Министерством науки и высшего образования цифры, и мы от них не уходим. То есть, вернее, не рекомендованные цифры, а деньги, которые тратит государство на обучение бюджетного студента, да, вот они просчитаны по каждой программе, и, соответственно, мы ставим вот ровно столько же, как плату за обучение за год на компенсационной основе, то есть мы никаким достижательством в этом смысле не занимаемся. Что касается вашего вопроса непосредственно, во-первых, оплата, она, в принципе, предусмотрена посемистровой, это вообще общее правило, то есть не нужно платить сразу за весь год обучения. Крупная сумма какую-то. Да, она дробится на две части. И в современных условиях, если для человека это актуально, и если он напишет соответствующее заявление, предусмотрена возможность рассрочки помесячной за обучение. То есть это легче еще платить, да, найти эту сумму? Да, допустим, ну вот на 10 месяцев делится, там примерно в среднем 110-111 тысяч, по-моему, у нас за год, соответственно, ну вот каждый месяц. Ну да, понятно, это, безусловно, тоже не копейки, но, в общем-то, наверное, нужно платить. Но тем не менее, вы идете навстречу. Трудоустройство сейчас, это вопрос очень важный, и прежде всего, прежде чем выбирать специальность, нужно знать, что ты где-то будешь работать. Ну, я прекрасно понимаю, что многие везде там слышат эту фразу пресловутую, да, что юристов слишком много, юристы не востребованы. Мы всегда говорим, что это не юристы, а люди с дипломом о высшем юридическом образовании. Я не знаю наших выпускников, которым действительно есть что предложить работодателю, и которые остались бы без работы по специальности на выпуске. У нас традиционные встречи разного формата с нашими основными работодателями, мы их так называем, да, профильными организациями, которые зовут, зовут и еще раз зовут наших выпускников. То есть, мы можем сейчас говорить, что без работы выпускник юрфака не останется? Достаточной степени уверенности. Это уже хорошо. Условия поступления тоже, которые задают многие родители сейчас на вашу курсию? Ну, это, безусловно, единые государственные экзамены, его результаты, что касается бюджетного, бюджетных мест, то это, на самом деле, конечно, должны быть очень высокие результаты. Три предмета нужно сдать на направление подготовки юриспруденция. Это общество знания, это русский язык. И на выбор, это появилось два года назад возможность, либо историю, либо иностранный язык. Ну, и, в общем-то, можно сказать, что гарантирует, наверное, поступление на бюджетное место, результат, ну, примерно, вот за 90 баллов по каждому предмету, да. То есть, если у тебя 270 баллов, то, ну, можешь считать, что бюджетное место у тебя в кармане. А что поступить, я так поняла, что поступить к вам на факультет, нужно все равно хорошо разбираться в математике. Если человеку не хватило баллов, но он мечтает о профессии юриста? Ну, это, наверное, не какая-то такая всеобъемлющая опция и возможность, но она, тем не менее, есть. И мы о ней рассказываем нашим абитуриентам. Можно поступить на другое направление подготовки в университете или в нашем, или в другом вузе, для которого у тебя хватит баллов, да. И потом, после первой сессии, после семестрового обучения, подать заявление о переводе на наш факультет. Такие прецеденты есть. Они не массовые, но они совершенно точно есть. Просто человек должен понимать, что ему нужно будет сдать вот те дисциплины, которые... Этот курс, на который он хочет перевестись, уже вот изучил и сдал. При достаточной степени, не знаю, такого хорошего упрямства и настойчивости, это абсолютно возможно и посильнее. А помощь ваших студентов сейчас, население сейчас трудное для страны время. Чем может помочь будущий юрист, специалист, тем же самым студентам, либо пожилым людям, ну, всем, кому нужна аэридическая помощь? Ну, наверное, я бы два основных направления в этом смысле обозначила. Во-первых, на факультете есть такой очень традиционный формат и учебной, и внеучебной деятельности, который называется юридическая клиника, в рамках которой студенты под руководством преподавателей консультируют социально незащищенные слои граждан. И второе, это, ну, огромное количество проектов по правовому просвещению, в ходе которых, это пусть не такая адресная, как в юрклинике, да, поддержка и помощь, но, тем не менее, это тоже вот правовые знания в массы, да, они очень-очень нужны. Что вы скажете абитуриентам? У вас скоро день открытых дверей, большая программа. Почему нужно выбирать профессию юристы? Ну, потому что, во-первых, как мы с вами уже выяснили, без работы наш хороший выпускник совершенно точно не останется, ну, и она действительно, я имею в виду юриспруденция, она действительно, ну, очень широкая, то есть она дает возможность реализоваться в таком количестве сфер будущей профессиональной деятельности, в котором, я, наверное, не побоюсь этого слова, ни одна другая специальность и ни одно другое направление подготовки не дадут возможности реализоваться. Юрист, он разносторонний человек? О, да, он и оратор, он и швец, и жнец, и на дуде игрец, да. А и он разбирается в иностранных языках, он может заниматься спортом, действительно разносторонний? Ну, в плане внеучебной деятельности у нас очень много возможностей, спорт это, в общем-то, и учебный план, это физкультура, которая в обязательном порядке осваивается, да, если это можно так назвать нашими студентами, ну, и плюс масса всяких дополнительных возможностей, это и творческая группа, это и там студенческий оперотряд ТВГУ, и проект «Живое право», как мы его называем, как раз вот связанный с правовым просвещением, приходите к нам, мы вам точно предложим возможности для вашего развития и роста, причем такие, которые подойдут именно вам. Слушайте, прям захотелось самой сказать. Приходите. Возрастных ограничений не существует. Нет, приходите. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Юлия Анатольевна Дронова, кандидат юридических нау, доцент, заместитель декана по учебной работе юридического факультета Тверского государственного университета. Юлия Анатольевна, спасибо. И вам взаимно. Будьте здоровы, хороших вам студентов, и главное, чтобы был мир, чтобы у нас было условие для учебы. Всего доброго. До свидания. Спасибо.